День. 1658. Алекс на связи. В лунном доме постоянно возникает необходимость управления разными устройствами и управления разными сценариями. Для этого обычно используются какие-то беспроводные разные выключатели, разные пульты управления. И есть еще много специфических устройств, которыми можно управлять. Например, у меня на балконе там сделан беспроводной трехкнопочный выключатель сценарный. Фактически у него есть несколько функций. Там одиночный нажатие на клавишу, двойное или удержание. Ну, конечно, удержание не очень удобно использовать, но тоже можно. Итого получается 9 разных вариантов. И у меня там на некоторые из них сделано просто управление устройствами. То есть я могу включить или выключить определенное устройство. Или его режим поменять. А на определенные там нажатии, на определенные кнопки у меня настроено так, что выпускается сценарий. То есть у меня по сути устанавливается сцена определенная. То есть там включается определенный светильник, определенная лампа в определенный режим. Музыка включается, температура устанавливается и в других соседних комнатах тоже корректируется освещенность и звук выключается. И есть там другой режим, когда все переключается так, как мне надо. Ну а другими кнопками я просто могу поменять канал музыкальный, или там громкость добавить, или убавить, или свет поменять, выключить лампочку какую-нибудь или еще что-то сделать. То есть по сути таким устройством можно и не только сценарий запускать, но и еще и разные устройства, разными управлять. На кухне у меня тоже есть там датчик присутствия, который и датчик движения есть, которые там синхронно тоже выполняют разные действия. Но меня иногда надо так, чтобы я мог установить определенный режим работы этих датчиков. Ну и соответственно тем, чем они управляют, то есть они там управят светом в комнате, они тоже определенный режим включали на этих светильниках. Для этого у меня используется тоже есть и наш борт, на котором есть разные кнопочки, которые я могу нажимать. Есть пульт дистанционного управления, там телевизор, который по инфракрасному каналу тоже мог бы отправить сигнал в систему дома. И она тоже там переключит определенные режимы, сценарий включит. И есть еще и тоже беспроводной выключатель. Он тоже трех кнопочный, но он работает на радиочастоте, там 433 МГц. И он там очень мало функций имеет, по сути от просто нажатия и все. И причем у него еще сигнал не очень сильный. И он далеко находится от ресивера этого сигнала. И конечно там очень сложно им нормально управлять. Еще в одной комнате, эта спальня у меня там настроена по-другому. Там есть еще и такие трех кнопочные выключатели. Причем разные на разные сценарии. То есть есть и которые и сценария запускает, и светильники включает. И они еще и дублируют друг друга и находятся в разных местах. Там с одной стороны кровати, с другой стороны кровати. Там еще в одном месте. Там на тумбочке и входной выключатель еще тоже. Он там может что-то делать. Который около двери находится. И есть еще много функциональные разные выключатели. Тоже сценарные, беспроводные. На батарейках работающие. Есть пульт Акара. Он тоже там многокнопочный. Я купил саму там версию навороченную. В которой там вообще шесть разных кнопок фактически получается. Ну они там клавишами сделаны. Но фактические кнопки. И у них еще очень много вариантов нажатия. Там одиночное, тройное и тройное. И удержание. То есть в принципе очень много можно действий настроить. Единственное главное не забывать эти все действия. Но по большому счету у меня часть кнопок также инициирует. Только часть управления устройством. Включает, выключает. Там меняет яркость, громкость и прочее. А часть кнопок именно как сценарий сделаны. Они там запускают определенный сценарий. И он уже там выполняется. И включает там комбинацию разных устройств определенные режимы. Что-то включается, что-то включается. Что-то в какие-то режимы настраивается. Самыми интересными конечно сценариями и там способами их запуска. Это является голосовое управление. Я в основном использую колонки Яндекса. Это Яндекс.Мини и Яндекс.Станция. И там можно конечно голосом говорить. Там запустить, включить то-то, выключить все-то. Такое-то устройство. И конечно это удобно. И часто сделали так, что можно прямо перечислять какие-то действия друг за другом. Но там есть некоторые сложности. То есть я пытался сказать например там наоборот слова местами. Там свет включи. И у меня почему-то так не выполнялось. То есть возможно какие-то варианты команд не работают. Хотя например просто команда свет. Она переключает свет из предыдущего режима. Причем здесь важно, чтобы сама экосистема знала этот режим. Потому что если используется например какая-то нестандартная интеграция. И эта интеграция по какой-то причине не передала. Или не передает вообще текущее состояние. То в экосистеме она может не обновиться. Тогда просто колонка не знает какое действие сделать. И она делает просто такое действие. Ну там не колонка делает. Делает сама экосистема. Система уже на серверах. Но она фактически не знает какой режим перевести. И она соответственно может наоборот включать или выключать. Хотя это уже и включено или выключено. То есть здесь есть такие сложности. И это тоже иногда не очень понятно и приятно. И в общем лучше лишний раз сказать там включи свет. Чтобы точно быть уверенным, что свет будет включен. Или наоборот. Когда мне надо выключить свет в другой комнате. Я не могу там положиться на то, что я скажу свет и она там поймет. Или там три раза повторить одну и то же. Проще конечно сказать правильную команду. Ну и для запуска сценариев голосом тоже можно конечно там простить все это. Можно написать специальный сценарий. То есть в котором предусмотреть разные действия заранее. И тогда там простой командой можно там сказать какое-то действие. Например у меня есть такая команда там включи музыку. . И она там запускает определенное действие и выключает определенные допуском колонки. Но при этом выключают плеер в комнате Чтобы они там друг другу не мешали. Или например там включи плеер в такой-то комнате. То она даже там включает плеер, но при этом она выключает колонку. И в другой комнате выключает плеер, то есть происходит несколько разных действий. Раньше я конечно использовал еще разные другие режимы. Я дома, я не дома, я ухожу, или я лег спать, или я проснулся Но их очень сложно настроить, они очень прям специфические Иногда просто они не соответствуют ни настроению, ни вообще ничему И так написать сценарий или запомнить их название всех этих сценариев В принципе, я сделал одно время, когда интеграцию делал с Яндексом Я просто сделал так, что у меня делается сценарий По сути, у него есть номер какой-то 22 Я, по сути, конечно, не помню их по номерам Но у меня внутри системы, когда я говорю 22 Включить сценарий 22 Или какой-то другой способ информирования экосистемы Она отправляет этот сигнал уже в систему нового дома А там я уже более сложными алгоритмами пытаюсь определить Какое время там суток, день недели Ну, не год, месяц там, или сезон Или кто дома, или кто не дома И еще какие-то условия И после этого принимая там правильные решения, включая нужное устройство То есть, такое раздельное управление сценарием То есть, одна система, по сути, запускает номер сценария определенного А другая полностью систему нового дома Обрабатывает уже этот сценарий так, как нужно И объединить это в одну, конечно, какой-то алгоритм в одной системе Это довольно сложно получается Все равно, допустим, если используется голосовое управление, она тут не может Если используется там какое-то другое Даже нажатие кнопки там, да То есть, это все равно уже нужно иметь правильную систему Например, нажатие кнопки обрабатываются там В одной системе у моего дома И какая-нибудь система там, которая обрабатывает этот датчик Или кнопку, или команду Она может и не мочь выполнить там большой сложный сценарий С кучей обработок, например, даже Home Assistant Там очень сложно написать там через графический, вернее, пользовательский интерфейс Там интерфейс какой-то сценарий Все равно придется датчик куда-то передать Какую-то другую систему или в скрипт И в скрипте уже обрабатывать То есть, это все-таки получается такая многоуровневая система уже запуска сценария Обработки сценария Есть еще очень много разных других устройств То есть, не обязательно, что это, во-первых, там какие-то беспроводные выключатели Но есть, например, у меня еще куб Акара Который там может разные сценарии запускать Можно его повернуть на определенную сторону Или толкнуть там на определенной стороне Когда он находится Или подбросить там Или еще что-то с ним сделать Но на самом деле это не очень удобно И там, допустим, сцены менять Например, на какую-то сторону его положил А допустим, потом голосом поменял сцену А куб остался на той же самой стороне Это, конечно, будет не соответствовать Поэтому такой пульт, конечно, он интересен Там есть разные способы И можно поворачивать громкость Например, там используют как увеличение громкости Там при повороте в одну сторону направо При повороте налево там уменьшение громкости Разные стороны Они там будут разные сценарии Для устройства там управлять или запускать Но получается, может быть рассинхронно Между физическим и виртуальным представлением Там сцен Или там конкретных режимов работы Устройств Или там сцены в определенной комнате Поэтому запуск сценариев Он может выполнять на самом деле Не просто по нажатию Например, так же, как там податчику движения Или податчику открытия Например, открыло окно Тоже может быть запущено много разных сценарий То есть там выключится отопление Выключится кондиционер Там где-то какой-нибудь светильник включится Информирующий о том, что окно открыто Какая-нибудь там светодиод Или какая-нибудь лампочка показывающая это И разные другие Или там, допустим, при выходе из квартиры Тоже можно будет сразу видеть, что какое-то окно открыто И там можно будет к нему подойти И его там закрыть То есть разные сценарии могут запускаться Или там появился телефон какой-нибудь в сети Его IP определился Запустился сценарий Что какой-то человек дома находится Там я пришел И, соответственно, у меня там Оно может уже Все сценарии обрабатываться дальше по-другому Поэтому не обязательно, что должны быть кнопки И это дает очень много возможностей Для управления сценариями в умном доме Смотрите продолжение в следующей серии